Добрый день всем зрителям Живого ТВ. Сегодня у нас 2 ноября, воскресенье, и как обычно в эфире в 17 часов ваша любимая передача «Точка отсчета». С вами я, Сергей Чекмаев, и мой сегодняшний гость, ой, просто страшно представить даже. Капитан лучшего экипажа «Солнечный», главный спец по закону «Фронтира», лучший в мире знаток всех хреновин всех Билли, и автор зубодробительно православных историй Олег Дивов. А также главный по муйне и еще некоторым фантастическим сущностям. Да-да-да, еще специалист по сосанию бензина, вот мы забыли добавить. Ну что ж, представили красиво, надо поддерживать этот пафосный тон. Начнем, собственно, с Азов. Я тут пообещал Олегу на начало передачи, что я его сравню с Пелевиным, так что я сравню. Олег, ты как Пелевин. Собственно, автор, который начинал в рекламе, в пиаре, и вдруг неожиданно стал писателем-фантастом. Кто тебя укусил, признайся. Ну, это неожиданно для всех, кроме себя самого, потому что я всегда собирался писать, и писать именно фантастику. Просто в какой-то момент мне до такой степени надоела реклама. Был очень тяжелый период, когда народ начал уходить из копирайтинга. Люди, которые начинали как раз все это дело, толком не умея. Это именно середина 90-х, когда внезапно до 90% креатива пошло в отвал. Мы как раз научились более или менее делать рекламу, делать ее интересно. Но убедить заказчика в том, что мы все делаем правильно, было достаточно сложно. Потому что заказчик тоже думал, что он очень хорошо понимает в рекламе. И попытки ему объяснить, что реклама делается не для него, а для того, чтобы продавать, они очень часто приводили просто к нулевому результату. То есть люди начали делать рекламу не для пафоса, а для себя. Чтобы самим себе доказать, какая у них крутая компания. Это часто происходило. Более того, я участвовал в планировании нескольких рекламных компаний, смысл которых был исключительно в том, чтобы потратить больший бюджет, чем у конкурента. Потому что заказчик, они с конкурентом когда-то были близкими друзьями, потом дико разругались, и вот начинается такое смешное бодание. Абсолютно детское поведение. Единственное, что можно было с этого стрясти немножко денег. Но в какой-то момент действительно все это начинают доставать. И вместо того, чтобы уходить в писателя годам к сорокам, заматерев, поднабрав жизненного опыта и так далее, я решил, что все, мне просто надоело все это, что работать надо на себя, работать надо для людей. Потому что вот чего-чего, а поработать для людей на тот момент рекламу было тяжело. Сделать что-то красивое, веселое, интересное, чтобы оно еще и продавало продукт, стало как-то очень сложно. Ну и я начал потихонечку собирать из кусочков, из заготовок первую книгу. Так вот, осенью 96-го года, пришел в Эксмо, и так все крутится. Первым был «Мастер собак», да? Да. Ну, ты можешь немножко рассказать, собственно, путь возникновения этой книги, потому что она оставила, в общем, довольно серьезный след, и до сих пор собачники и антисобачники вокруг нее спорят. Расскажи немножко, приоткрой зависть у тайны, как она появилась. Вообще, эта трилогия «След зомби», она сделана на материалах журналистского расследования, которое велось в 89-90-м годах. Большая группа энтузиастов из «Комсомольской правды». А дальше там частично, это в самих книгах рассказано, при попытке опубликовать эти материалы, неожиданно возникла из ниоткуда цензура, которая якобы уже была упразднена на тот момент, возникла со словами «Ребята, ну, вы хотите садиться, публикуйте, не хотите, значит, не публикуйте». Какие-то обрывки удалось в 93-м году только напечатать в «Московском комсомольце», и тот тоже через силу. То есть, в общем, материал был, и на этом и ложилось то, что у меня была «Кавказская овчарка» в тот момент. Так вот все это свалилось в одну кучу, и именно поэтому вместо «Стального сердца», которое хронологически первая вещь, в первой из трилогии появился «Мастер собак», который неспроста был посвящен «Моей собаке», она действительно, как было написано в эпиграфе, оказала неоценимую помощь при сборе фактического материала. Раз мы заговорили про журналистское расследование, давай все-таки вспомним тот интересный факт твоей биографии, а именно журфак МГУ. И, собственно, сейчас очень многие говорят, что в писатели пошли психологи, в писатели пошло много программистов, и что у нас фактически нет людей с профессиональным, ну, любым пишущим образованием. Там, может быть, немножечко филологов осталось. Из Литфака вообще никто не идет в пишущие братья. Насколько вообще журналистский факультет дал тебе какой-то толчок, может быть, писательский? Или сразу все ушло в креатив? Ты знаешь, ты упустил еще один важный момент. В писатели пошло очень много милиционеров, и у нас в фантастике, во всяком случае, это неплохие писатели. Это покойный Юра Брайдер, и ныне очень малопишущий Михаил Тырин. Вот, действительно, автор очень высокого класса. Сергей Синякин достаточно вспомнить «Монаха на крови земли». Очень хорошее качество. Злотников-то не милиционер, на самом деле. Просто он учил ментов стрелять. Он-то сам по себе, он ученик знаменитого генерала Романова, и он спецназовец, так сказать, по пятому своему образованию. Вот. Самые разные люди приходят в литературу, и что интересно, действительно, образование, и, казалось бы, ну какой там уровень культуры у Мишки Тырина, мента из Калуги. Вот. А у него, на самом деле, за плечами филологическое отделение какого-то педагогического института, забыл такого. Действительно, неплохая филологическая подготовка. Казалось бы, вот он милиционер. И пишет совершенно замечательно. У меня, пожалуй, с точностью до наоборот, потому что факультет журналистики того времени, когда я на нем учился, он... Ну это было очень такое демократичное для советского времени учебное заведение, которое давало неплохое общее гуманитарное образование. Но не более того. Там вроде бы была какая-то литературная секция, в которой вроде бы занимался Дима Быков. Вот. Он на год старше меня, мы с ним просто не совпали там. Мы могли бы еще на факультете познакомиться. Вот. Но от меня лично все это было очень далеко. И журналистское какое-то, самое примитивное, самое низовое вот такое вот обучение я уже проходил, что называется, на производстве. Вот. Потому что на факультете у нас был один час занятий по специальности в неделю. Вот. И физкультура тогда была гораздо важнее, потому что без зачата по физкультуре тебя в сдаче сессии не допускали. Ну я вообще начал, собственно, образование с того, что поехал на овощную базу, потом сразу на картошку. Короче, профессионально подковался. Да. И это было действительно полезно для меня как начинающего журналиста. Потому что всякое я в жизни видел. Но вот собирать картошку на поле Бородинской битвы в октябре месяце, а потом увидеть, в каких условиях она хранится, скажем так, в родном совхозе, где я когда-то махал лопатой, я такого не видел. Ужас. Ну что ж. Извини, снесло. Снесло нас куда-то. Я думаю, мы все-таки попробуем вернуться к журналистике. Ты все-таки конкретизируй эту проблему, потому что ты единственный, пожалуй, из моих всех гостей, кто побывал у нас в студии, кто учился вот на конкретно пишущем факультете, имеет хоть какое-то пишущее образование. Насколько это важно для автора? Не знаю. Вот не знаю. Для автора, по-моему, гораздо важнее начитанность, самая элементарная, и вот то, что я уже цинично назвал общим уровнем культуры. Потому что действительно хорошие словесники появляются черт знает откуда. Чаще они появляются, может быть, даже с филфака. Я не помню. У Жени Лукина, по-моему, филологические образования. А мы сношутят, что с литературного факультета люди идут в критике. Пожалуй, Евгений Прошкин пытался учиться в литературном институте и продержался там чуть ли не до четвертого курса, но потом тоже не выдержал и ушел. Понятно. Что ж, Олег нам так и не открыл главные тайны. Ладно. Плавно перейдем к интересным вопросам. У нас на форуме Мира Фантастики, да и, собственно, мне на почту при подготовке этой передачи пришло иное количество вопросов. Ну, мы еще их, так сказать, по ходу передачи все помучаем. А читателей интересует тут чаще всего возникает книжка-выбраковка. Я думаю, это знаковая книга и для тебя, и для определенного уровня нашей фантастики. Насколько я помню, в предисловии сказана такая страшная вещь о том, что книга писалась пять лет, включая некие таинственные эксперименты на фокусных группах. Расскажи нам немножко, как эта книжка появлялась. Ты там действительно маленькую выбраковочку такой карманную проводил на фокусных группах. Что там пять лет творилось? На фокусных группах все-таки обычно тестируют готовый продукт. Применительно к выбраковке на самом деле шла обкатка каких-то кусков, обкатка диалогов. И в первую очередь очень много диалогов, очень много каких-то вещей, которые в выбраковке проговариваются персонажами. На самом деле живые, совершенно реальные люди были спровоцированы на разговоры об этом. И собиралась на протяжении нескольких лет вот такая вот живая реакция на определенные раздражители. Выбраковка была придумана где-то в году в 94-м. И я просто действительно долго собирал для нее материал отовсюду, повсюду. Там очень многое подслушно на улицах, очень многое увидено на этих улицах, недалеко от того места, где мы сидим, в самом центре Москвы. Там действительно очень-очень много текста, который снят как с диктофонной записи. То есть я просто приходил, тут же что-то записывал, откладывал для того, чтобы это была живая человеческая реакция на саму эту идею выбраковки. Ну, в принципе, это вообще была любимая тема в те времена, особенно у людей пожилых, что нужно замочить всех бандитов и наступить процветание. Нет, если б бандитов, значит, все не так. Значит, сначала всех, кто в Кремле, потом всех, кто в нашем Белом доме, до американцев дела не было, потом всех бандитов, потом всех ментов, местную администрацию низового уровня. Ну, а там соседа и коровы его до кучи, это уже опционально. Ну, естественно, на первом месте были Гайдар, Чубайс, алкоголь к Ельцин, ну, и далее в ассортименте. Бандиты как раз никогда не занимали вот в этом рейтинге ведущих мест. В первую очередь ненависть была к власти и к окружавшей ее олигархе. Так что все было значительно серьезнее и совсем не так просто. По идее, по всплескам интереса к выбраковке сейчас в каких-то российских провинциях, можно достаточно четко сказать, что вот здесь вот, вот уже народ изнасилован до такой степени, что ему действительно лишь бы пришло вот такое добро с большими кулаками и всех убило. Выбраковка — это же книга соблазна. Ее задача — вот соблазнить человека и пусть он дальше думает, чем он готов пожертвовать, ради наведения порядка, нужен ли ему такой порядок, и из чего он взял, собственно, что выбраковка никогда не постучится в его дверь. Тот порядок, который описан в этой книге, в общем и есть идеал, порядка для многих, как ты выразился, людей из провинции. Да и из Москвы тоже. А это такой сталинизм с человеческим лицом. Когда режим выбраковки называют фашистским, это не совсем верно. Это скорее одна из версий сталинского режима. Но, впрочем, я не выписывал ее вот так вот намеренно. Просто так сложилось, так получилось. Ну, может быть, мы можем сейчас предположить, что всплески интереса в регионах не потому, что там вот какой-то местный царек всех задушил, а просто потому, что там как раз пришло то, что в Москве было в 95-м году. То есть у них чуть-чуть с отставанием это все происходило. Как у нас сейчас многие смеются, что Украина от нас на 15 лет отстала, да? Может быть, и там то же самое. Ты вот когда отписывал, там же фактически вся книга происходит в Москве. Там нет ни единого упоминания, что в этот момент творилось там в Брюпинске, что в этот момент происходило в маленькие города. Значит, там косвенных упоминаний, на самом деле, полно. Полным-полно упоминаний о том, что в деревне живого выбраковщика вообще никто никогда в глаза не видел. И в целом, постоянно на тот вот момент, когда собственно выбраковка уже на излете, самих этих выбраковщиков очень мало. Они, собственно, по большому счету уже не нужны. Есть там, в общем, для внимательного читателя, там можно много всего найти, на самом деле. Говорить о том, что сейчас где-то в провинции их догнал в 95-й год, нет, я бы не согласился. Потому что я немножко вижу, что там происходит. Вот этим летом хотя бы. Ничего там сверхъестественного не происходит. Наоборот, все, кто должны были умереть от алкоголизма, в общем, давным-давно уже умерли. Все, кому надоело пить, уже бросили пить и занимаются делом. А все, кто хотел заниматься делом, они самым разнообразным образом находят себе это дело. И, в общем, деревня, во всяком случае, километров за 300-500 от Москвы, выглядит именно так, как она должна была бы выглядеть. Где-то все развалилось, а где-то все окрепло. Просто очень многое зависит от географического положения, от возможности вот конкретной точки что-то продавать, что-то производить, что-то делать. Ну, ты сам, как автор, доволен результатом, эффектом выбраковки? Или все-таки ты считаешь, что большая часть читателей не поняли основные посылы автора? Ты знаешь, я на самом деле был шокирован, потому что я предполагал, что 50% читателей воспримут эту книгу как светлую утопию, 50% как страшную антиутопию. Когда количество тех, кто воспринял ее как утопию, скакнуло так процентов под 90, а остальные процентов 10 орали, что я фашист и садист. И только очень узкий круг вменяемых людей. Понял, зачем все это написано и почему оно вот так. Я просто рукой махнул и отвернулся. Отпустил детище в свободную плаву. Да, пусть оно само живет. Я очень радовался, когда сорвались несколько попыток экранизации, потому что как-то боязно мне. Я вот смотрю и понимаю, что это действительно книга соблазн, только соблазн оказался для некоторых непосильным. То есть, ты считаешь, что если бы появились сериалы или даже полнометражный фильм, то как более мощный визуальный эффект, он бы просто толкнул людей на реализацию? Видишь ли, у кино иная драматургия. Там есть вещи, которые реализовать просто невозможно. То, что в книге прописано, в кино это невозможно. Например, ну даже простейший такой вариант, сцена в обраковке ребенка в кино появиться не может, потому что зритель просто не сможет воспринять фильм нормально до конца. Ведь за ребенком-то приходят положительные герои. В книге вот такую вот штуку запустить можно, в фильме нет. Они отвернутся, они не будут воспринимать. То есть, фильм будет еще более черно-белый? Вот, в том-то и дело, да, гораздо более черно-белый. И очень многое потеряется. С одной стороны, конечно, это замечательно, потому что экранизация, сделанная один в один по книге, я не уверен, что она вообще кому-либо нужна. С другой стороны, когда речь идет о такой, не побоюсь этого слова, в общем-то опасной книге, как в обраковке, здесь крайне важно показывать нюансы происходящего и показывать их так, чтобы зритель задумался. К сожалению, как я понимаю, это просто мнение сложилось у меня в ходе беседы с режиссерами, продюсерами, сценаристами, действительно кино будет, если его удастся кому-нибудь когда-нибудь сделать, очень лобовым, очень черно-белым. И смысл, смысл тогда теряется всего этого соблазнения. Все-таки человек должен задуматься. Да и бомба получится опасная. С учетом того, что действительно 90% воспринимают в обраков как светлейшую утопию, если выбросить оттуда те крючочки, которые тянут назад, то это будет вообще мир будущего. Ну что ж, раз уж мы заговорили об опасных книгах и минных и торпедах, которые дивов рассыпают по своим страницам. Собственно, у нас было несколько вопросов от читателей, да и я всегда хотел у тебя поинтересоваться, ну, тоже как автор, да, из «Зависти». Как у тебя получается расставлять по тексту, по главкам, вот эти вот зверские садистские крючочки маленькие, которые цепляют читателей, не дают ему оторваться до самой последней страницы? Это вот пиарное воспитание? Нет, абсолютно. Или это ты сам себе выработал такое умение? Нет, абсолютно. Очень часто говорят, что в моих текстах чувствуется журналистская школа, а журналистской школы там как раз никакой нет, потому что хорошим, более-менее, скажем так, приличным публицистом я как раз стал уже тогда, когда у меня во все романы выходили. Вот, я же продолжал. Еще и после дефолта мне приходили какие-то заказы на рекламу, я сотрудничал с глянцевыми журналами, делал для них статьи. Вот, и именно тогда, когда я вообще задумался над вопросами качества текста, вот после этих первых трех книжек, на которых я понял, что это такое на самом деле, работа с текстом, и как это можно делать. Вот тогда вот уже появились какие-то вот эти вот фирменные приемы, которые совершенно не на вы, абсолютно. Это все уже украдено до нас. Вот, это все где-то подсмотрено, где-то как-то скомпилировано, что-то придумано. В первую очередь, наверное, ритм. Вот, текст должен звучать. Ты же знаешь, что вот в том самом Лит-Институте, например, учат обязательно вычитывать текст вслух, или во всяком случае имитировать внутренним голосом вот это прочтение вслух. Вот берешь то, что написано, и начинаешь читать вслух, и тут же все косяки вылезают, текст должен звучать. И нужна определенная ритмизация иногда, ну, то есть отдельная ритмизация внутри предложения, отдельная ритмизация внутри абзаца, отдельная ритмизация на более больших кусках. Она достигается разными методами совершенно. Например, я просто недавно обратил внимание, читал Гришковца, он не предназначен для чтения глазами. Потому что там идет ритмизация на повторах, на повторах слов. А это хорошо только при чтении со сцены. Потому что когда я читаю с листа, я сразу вижу уже такое, у него же в один абзац по несколько одинаковых слов написано, натыкано. И как-то непонятно, они так натыканы, как-то все это корево неинтересно выглядит. А потом до меня доходишь, что именно при чтении вслух, чпок-чпок-чпок, вот такие вот щелчки возникают. Но это не для книги, это для работы со сцены. И вот таких вот крючочков полно. Причем иногда некие коревости в тексте, такие очевидно бросающиеся в глаза какие-то приемы, почти графоманские, они могут использоваться для того, чтобы на самом деле спрятать то, что я хочу спрятать. Вот упоминавшаяся повесть «Убили есть хреновина». У нас как раз спрашивала читательница на форуме «Мира фантастики», что же это за хреновина есть «Убили». Видимо, девушка постеснялась читать книгу. Наверное, ты все-таки ее успокой, да? Не успокой, да. Это волшебная хреновина, такая полезная, очень хорошая вещь. Вот, там первоначально я пытался сделать весь текст в реал тайме, в настоящем времени. Но вещь довольно здоровая, и когда на большом объеме ты все делаешь в настоящем времени, ну вот, не работает это. И тогда я просто тупо в шахматном порядке. Одна глава в настоящем времени, одна в прошедшем, одна в настоящем, одна в прошедшем. Но возникают стыки. И стыки достаточно грубые. И тогда был использован совершенно примитивнейший графоманский прием, рефрен. В конце каждой, в конце каждой главы идет, ну, да, да, вот повторяющаяся такая, да, 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 били чего-то, вот-вот, чего-то такое. Вот народ меня пенял, мне пенял за это, а я слушал и ждал, когда кто-нибудь скажет. Никто не заметил, как это вот, как стыки заклеены. Ну, ты, я такой ерунды много могу прибыть и много могу рассказать. Вот этот как раз прием, когда часть текста написана в настоящем времени, часть в прошедшем, это одна из многих вещей, за которых пинают графоманов всеми ногами и советуют никогда этого не делать. Ты понимаешь, это зависит, если вспомнить вот из самого свежего «Хомячков в Аглодоре» Марии Галиной, там перебивки настоящего времени, прошедшего времени, они могут идти в рамках одного абзаца. Вот. И выглядит это достаточно интересно. Просто уметь надо делать. Это из серии той идеи, да, что мастер даже стандартную ошибку, которую приписывает начинающим, может отточить так, что она заиграет всеми красками. Когда я говорил про крючочки, я немножко иное имел в виду. Фактически в каждом твоем тексте, по крайней мере, крупном тексте, есть, ну, не знаю, как это назвать, афоризмы, какие-то фразочки, которые четко красной нитью проходят через текст, запоминаются, остаются в памяти его читателей, когда читатели видят диву, обязательно вспоминают «Соси бензин», обязательно вспоминают «Пардон, не скажу кого раком» и прочие интересные фразы. Собственно, вот откуда эта идея? Наверное, это все-таки есть рекламные слоганы, или это? Пожалуй, что да, вот это слоганы, они рассыпаны просто по тексту, но тут мне сложно что-то сказать определенное, то есть я могу рассказать, откуда взялось, например, это злосчастное «Соси бензин». Ну, скажи, интересно. Оно совершенно с потолка упало, просто мой приятель, известный в интернете как Альберт Альян, на протяжении долгого времени каждый свой пост в живом журнале либо заканчивал, либо просто вот втыкал в него фразу «Camp taste the gasoline». Это название песни некой группы с непроизносимым для меня названием. И меня этот «Газолин» так достал в какой-то момент, и тут как раз «Билли подкатил», и вот «Щелтало», опа, мне же нужны были выражения, ведь «Билли» первоначально был написан, было написано «Начало», так, строк 20, наверное, там были сплошные «Матюги». Я смотрел на него вот так вот, смотрел и понял, что нужны какие-то заменители, и вот тут вот появилось, это «Соси бензина», «Хлопковую железку», потом уже мне люди, живущие в Штатах, рассказали, что действительно в парториканском сленге есть словечко «Газолина», которое означает совсем не «бензин», и много еще всего такого, что вокруг этого «Соси бензин» крутится, но само оно появилось абсолютно от балды, и, как правило, все вот такие вот хлесткие фразочки, они вот откуда, ты понимаешь, с потолка падают, постепенно что-то накапливается, а потом когда идет отработка персонажа, когда ты представляешь себе, как персонаж будет реагировать на внешние раздражители и, соответственно, при своих речевых характеристиках, как он будет эти слова им выражать, вот тут, собственно, герой сам начинает сыпать вот такими, вот я не назвал бы их афоризмами, ты верно сказал, это слоганы, потому что в большинстве своем все эти выражения, они не афористичны, они именно вот такие вот щелчки, крючочки. Это своего рода маркеры, по которым мы запоминаем текст. Да, да, да. Так бывает с фильмами, когда растаскивают на цитаты, там место встречи изменить нельзя, скажем, растащили на 100 тысяч цитат всеми высказанными Жегловой. Примерно так же мы запоминаем тексты. Но если, например, Ночной дозор запоминает совсем выйти из сумрака, то был у тебя рассказик, я, к сожалению, не вспомню сейчас название, там про русских взломщиков интернет-дома такого. Закон лома для замкнутой цепи. Да, да, да. Насколько я помню, там тоже таким вот рефреном проходит фраза «Все расисты, ребята». Я так и знал, что вы расисты, да. Было такое, это то, что вот данный персонаж в данных обстоятельствах должен был сказать. Герой становится живым, когда соблюдается триединство. Когда ты знаешь, что он видит, что он об этом думает и что он об этом скажет. Когда вот это триединство складывается, все, герой становится живым, объемным. И тогда и словечки из него сыпятся правильные. И читатель их запоминает именно не потому, что они хлесткие, а потому, что они очень к месту. Идеально ложатся на этого дела. Очень к месту, да. Они ложатся на этого дела. Несмотря на все красивые теории, несмотря на все интересные книги, написанные Олегом, все закончилось очень грустно. Потому что, во-первых, чисто фантастических книг у тебя в последнее время совсем не выходит. А то, что вышло недавно, но мы можем назвать это даже, не знаю, как краеведческим исследованием. Давно вышло, кстати. Ну, относительно недавно, да? А последующая книга это Оружие возмездия? Сереж, Ужас, полтора года. Полтора года. А Оружие возмездия вышло чуть больше года, да? Нет, вот я и говорю, полтора года Оружие возмездия вышло. Храбр был вообще чуть ли не в 2005 году. Так, собственно, отсюда и стекает вопрос. Почему Дивов забросил фантастику? Как ему не стыдно? Дивов должен первого февраля сдать новую книгу. Это будет фантастика. Более того, если я не передумаю и на полпути не начну писать что-то долгое, то это будет стимпанк. С элементами готики и чуть бы даже не с элементами хоррора. Не знаю, как наши зрители живого ТВ, а наши читатели мира фантастики, я боюсь проглотят все слюни, как только это услышат. Ну-ка, много поподробнее. У этой вещи еще даже рабочего названия нет. Я как-то хочу зафиксироваться на взаимоотношениях такой пары «Слуга-хозяин». Это то... Может, не «Убрак света»? Нет, там все будет дико серьезно. И совсем не в таком ключе. Просто у нас об этом мало знают. А в обществах, где положение слуги лакея, валета, гварничной, это совершенно нормальная и уважаемая профессия, там очень интересно складываются взаимоотношения обслуживающего персонала и, так сказать, господ. Там очень интересное разделение функций и, соответственно, разделение возможностей. И со всем этим можно забавно так поиграть. Плюс викторианский антураж. Ну и плюс самое главное, что мне завязка этой истории приснилась. Я и так уже по снам сделал, по-моему, три или четыре вещи. И вот эта штука, которая пару лет назад приснилась, мне, она, видимо, приснилась неспроста. Так что грешно было бы ее бросать. А потом доказывал, что не нужно писать книжки по собственным снам. Я? Да. Нет. Почему я? После толкования сновидений у тебя было интервью, где ты, в общем, очень четко отстаивал эту позицию. По крайней мере, в интернете эта позиция очень активно ходит и приписывается наимно диву. Ты знаешь, надо поискать что-то, я сомневаюсь. Может быть, я другим не советовал. А. Не помню честно, нет. Это достаточно продуктивная такая штука. Главное, правильно достроить этот сон, потому что все-таки обычно снится, редко, когда снится законченный сюжет, обычно ты видишь какую-то картинку, которая очень тебя впечатляет. Впечатляет, в первую очередь, антуражем и ощущениями, которые там есть внутри всего этого. Дальше ты, значит, проснувшись в холодном поту, задаешь себе вопрос, мама, что это было? И начинаешь уже достраивать историю. Ну, картинка-то снится в готовом мире, а тебе надо этот мир еще построить, показать, почему он случился. Но я его видел. Я его видел, то есть, я могу просчитать, прикинуть, почему он такой, почему вот, что вызвало его к жизни, какие там закономерности и как и что. То есть, это может быть сложнее, это может быть проще, то есть, с толкованием сновидений там все было ясно, потому что это был такой сложный трехслойный сон, но он весь крутился вокруг горных лыж. Там с предателем тоже было все совершенно замечательно. Я там, я там дракона, правда, додумал, вот, все остальное, действительно, дичайшая совершенно такая сцена была, ну, не важно. Вот. И здесь тоже, здесь я почувствовал самое главное, здесь я почувствовал ощущение персонажа. Вот. В общем, история будет про любовь. Про любовь. Что ж, по крайней мере, закон, стандартный вопрос. Какие будут ваши творческие планы, я могу уже не задавать. Давай тогда немножко отвлечемся непосредственно от литературы, перейдем к вещам таким близким к ней. Одной из самых, наверное, популярных тем в последнее время, я спрашиваю почти у всех своих гостей, это отношение к нашим фэндомским премиям. Собственно, ты выступал с достаточно циничной и клесткой статьей на страницах мира фантастики по поводу этого. Можешь так сжато высказать, что ты по этому поводу думаешь? Значит, все очень просто на самом деле. Если это для кого-то окажется откровением, ну, не моя беда. Есть такое разделение на старший фэндом и младший фэндом. Старший фэндом это люди, которые когда-то участвовали еще в движении клубов любителей фантастики. Это сейчас в массе своей такие вполне легализовавшиеся критики, библиографы, литературные агенты, ну и, естественно, люди, которые принимают деятельное участие в организации конференций фантастики. Соответственно, они близки к процессу раздачи слонов, вручения премий. Так вот, в старшем фэндоме, в общем, насколько я знаю, есть такое давно сложившееся мнение, что если ты делаешь коммерческую прозу, то есть прозу, рассчитанную по умолчанию на довольно большие тиражи, то неплохо бы, приятель, чтобы ты был приличным словесником, чтобы ты, ну, как минимум, не писал канцеляритом, избегал шаблонов, не сажал по пять предлагательных в одном предложении, когда не надо, вот, то есть чтобы ты делал свои тексты на внятном русском языке, ну, естественно, языковые эксперименты приветствуются, когда это качественно сделано, но самое главное, что нижняя планка, она должна быть на уровне, вот, казалось бы, с этим мнением спорить бессмысленно, потому что, ну, истинно, потому что верно, вот, кто бы мог подумать, что у старшего фэндома появится достаточно развитая оппозиция, вот, которая будет объяснять, что, да мы просто их не любим, мы просто им завидуем, мы просто зажимаем молодежь, вот, и пойдут, да, пойдут вот обвинения в гумовстве, в распиле призов, и так далее, и тому подобное, самое поразительное обвинение выдвинула писательница Бычкова, я помню, она сказала, что просто у старичков, когда тиражи падают, вот тут они начинают огрызаться на молодых, вот, это просто, это, это что-то уже за гранью добра и зла, вот, особенно, если учесть, что у главных гонителей молодежи, у Громова, у меня, на тот момент тиражи уверенно шли вверх, вот, и это можно было увидеть, просто заглянув выходные данные наших книг, сразу возникает вопрос, с чьего голоса, собственно, вот это вот обвинение прозвучало, вот, вот, и все, то есть, это совершенно конкретное столкновение интересов, вот, тут люди хотят как лучше, а там люди хотят, чтобы им не мешали делать то, что они делают, так, как они делают, все, вот, в результате, там это где? и обиженных, вот, 90% из них почему-то издается в одном и том же издательстве, вот, не знаю я, кто им там так мозги компостирует, кто им объясняет, что это все зависть, это ДТБ, да нет, ну, все знают, что это армада, вот, мне иногда кажется, что туда специально авторов отбирают таких, которые очень обидчивы на критику, реагируют нервно и когда им говорят, что ты что-то сделал не так, они это воспринимают как личный наезд, кому вы нужны, ребят, как личности, вы нам нужны как авторы, вы работаете хорошо, вот, что касается зажима молодежи, так, как раз хороших молодых авторов ждут, не дождутся по многу лет, и если вот в этом году издатель не протормозит, то лучше лучший фантастический роман 2008 года, по моему мнению, и по мнению еще ряд людей, это будет еще и лучший дебютный роман 2008 года, просто подождем, даст Бог выйдет, даст Бог успеет, это то, за что не только я, очень многие те самые старички, которые терпеть не могут молодежь и воруют у нее все бронзулетки, вот они будут голосовать за дебютный роман, я в этом почти уверен. Можно так резюмировать, что и способы раздачи премий, и собственно сам вес премий у нас как бы на уровне ничего менять не нужно. Понимаешь, больше премий уже делать некуда, все попытки сделать эталонную премию, они в общем потерпели не то, чтобы полная фиаско, но скажем так, ничего сверхъестественного добиться не удалось. Любая демократическая премия, в которой так, сейчас это я какую-то сложную конструкцию построил, я хотел сказать, что на самом деле вот это можно судить по результату последнего звездного моста, например. нет у старшего фэндома какой-то монополии на демократические премии. То есть если кто-то захочет, он сможет продавить своего кандидата совершенно спокойно и никакого такого масштабного сопротивления массированного старшего фэндома ему оказать не сможет. И то, что результаты Раскона обычно достаточно близки в последние годы к результатам премии Филигрань, которая вся из себя элитарная и вручается по результатам голосования русского округа критиков и более никого, то это только из-за того, что хороших авторов мало, мест на пьедестале еще меньше. Вот и все. И там идет постоянная борьба хорошего с лучшим. Если придет кто-то молодой с действительно ярким мощным текстом, то есть шанс, что его заметят. Если он будет делать эти яркие мощные тексты на протяжении нескольких лет, то я сильно удивлюсь, если его не заметят. Просто надо не только писать хорошо, надо еще делать это регулярно. И тогда твои железяки никуда от тебя не денутся. Тебя обязательно заметят, потому что нужда в новых именах просматривается на совершенно отчетливо. Позиция понятна. Я думаю, что развивать эту тему дальше мы не будем. Мы так ее обсосали со всех сторон. По крайней мере Олег достаточно четко выразил все задачи. Дайте хороших текстов. Больше от вас никто ничего не хочет. Никакого всекланетного заговора, никаких жестоких репрессий молодых авторов. Автор, которого я не упомянул, но книги, которого я жду, я с ним не то, что водки не пил, я с ним по-моему говорил-то минут пять в общей сложности. Понимаешь, но это не мешает мне говорить, что книга замечательная, я видел ее в рукописи, и я буду за нее голосовать на всех конвентах. К сожалению, времени у нас осталось совсем мало, буквально пару вопросов еще. Меньше надо всякой ерундии говорить. Ну, я не могу не вспомнить вопросы читателей, собственно, мы обсудили то, что мне как можно, мне очень активно задавали, да, и в почте, и на форумах, то, что хотели у тебя узнать, но читатели в основном и, так сказать, о мелочах тоже пытались поговорить, вот про Хреновину девушку спросила, очень ее волновалось, что же там убили, за хреновина. И очень много спрашивали, особенно, когда прошли пресс-релизы у Акелы, очень много спрашивали по игре, которая сделана по ночному смотрящему. Давай мы сейчас коротко поговорим, собственно, весь твой опыт с игровыми компаниями, благо, что и телевидение, у нас интернет, и мир фантастики, когда на диске появится, наше интервью про игры много пишет, так что, так или иначе, нам все равно придется литературу сыгранных крестить. Касательно игры по ночному смотрящему, я могу сказать только одно, дамы и господа, мое участие в разработке этой игры заключалось в том, что я продал так называемую книжную рецензию, взял свои деньги и ушел. Все. То есть я не причастен ни к чему больше. Я даже ее, мне когда прислали готовый продукт, у меня диск не запустился, чему я был очень рад. Поэтому я знаю об игрушке по ночному смотрящему ровно столько, сколько и вы из акеловских каких-то пресс-релизов. Я видел скриншоты, я знаю, могу судить во всяком случае по тем же самым пресс-релизам, что никакие оригинальные сюжетные ходы ночного смотрящего в игре не использованы. Все. Больше ничего не могу сказать. Вы будете покупать или воровать эту игрушку на свой собственный страх и риск. А других опытов с игровыми компаниями у тебя пока еще не было? Были, но к сожалению или к счастью... Все закончилось плохо. Да как тебе сказать? Весело, все закончилось, меня просто просили об этом не распространяться. Понятно, ну всегда с этим вопросом следует его брать близнец, и естественно многих твоих поклонников он интересует. Как мы пишем вдвоем? Нет, это... Сразу скажу, тяжело со мной работать. Это вопрос другого плана. В основном интересуются как? Какие есть игры-изации по Диву и какие есть кино-изации, то бишь, экранизации. Никаких? Никаких, никаких, никаких... Перспективы, возможностей. Никаких. Сейчас, если кто не знает, финансовый кризис где-то, вообще в деревне, где я был летом, там этого кризиса никто не заметил и не заметит. Ну там, собственно, не замечают, что власть-то не переменилась. Так, лет через несколько. Немнадцать лет. Да, через несколько узнают. Там настоящая жизнь. Но сейчас порядка тридцати процентов всех кинопроектов, которые были запущены, временно заморожены. Поэтому то, в чем я там как-то худо-бедно участвовал, оно тоже подвисло и будет висеть либо до поселения, либо пока мне надоест висеть. Либо пока нет. Либо пока все не кончится. Ничем не могу помочь. Я не могу сказать, что я очень переживаю по поводу того, что по мне нет огромного количества игрушек и огромного количества фильмов. Потому что когда ты делаешь книгу, ты ее выпускаешь. Она дальше вот все. Живет своей жизнью. То есть я, конечно, этой книги я и мама, и папа, и бабушка, и дедушка одновременно, но ребеночек рождается сразу уже большим. И он уходит и живет своей жизнью и пусть он живет, как живет. Поэтому не трясусь я над своими текстами до такой степени, чтобы вот чего-то относительно них очень хотеть. Пусть они как-нибудь сами. Вот оно само приползло и не зная, что этого анекдота, сидит мальчик в песочнике. И говорит, что там жует вот так. Мимо дяди идет. Он говорит, мальчик, а что это ты жуешь такое? Это мясо. А где ж ты его взял? Он само приползло. Вот примерно так я отношусь к жизненному циклу своих текстов. Надеюсь, что читатели твои относятся к жизненному циклу твоих текстов более трепетно. Сереж, к жизненному циклу вообще надо так относиться. Оно само приползло и слава богу. Уползло, слава богу. И пущай. Делай, что должно. И все будет хорошо. Нет, как раз случиться-то не чему суждено, а что-то совсем другое. Что ж, время закончилось. Мы больше вопросов еще осталось много, но уже не успею я их задать. Ну, вообще, мы такие умные. У меня сложилось впечатление. Такие серьезные. Страшно вообще. А потом все вырежут и будем мы друзья-клоуны. Не расстраивайтесь. Огромное спасибо Олегу, что посетил сегодня нашу студию. Огромное, пожалуйста. Огромное спасибо вам. Спасибо нашим зрителям, которые нас увидят в будущем и смотрели сегодня. А мне остается только попрощаться, сказать, что через две недели в эфире мы опять появимся, так что не скучайте. Всем удачи. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...